Привет! Меня зовут Дима и сегодня я расскажу как настроить выгрузку новых писем из Яндекс Почта в виде уведомлений в Telegram. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые письма из Яндекс Почта в другие системы. Например, вы сможете получать уведомления в свой Telegram о появлении новых писем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Яндекс Почта. Теперь необходимо указать действие. Получить письма новое. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Яндекс Почта к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать email и пароль. Перед тем, как вы укажете пароль, нам необходимо перейти в личный кабинет Яндекс Почта в раздел настройки. Далее необходимо перейти в раздел почтовые программы. В этом разделе необходимо отметить галочками сервера и map и пароли приложений. Это позволит вам создать новый пароль для приложения Apex Drive, чтобы не использовать реальный пароль от вашего почтового ящика. Для того, чтобы добавить пароль приложения, необходимо перейти в управление аккаунтом. В разделе пароли и авторизация кликаем включить пароли приложений. Название вы можете прописать по названию системы, в которую планируете передавать данные. Копируем этот пароль и вставляем соответствующее поле в сервисе Apex Drive. После того, как необходимые поля заполнены, кликаем сохранить. Когда подключенный логин отобразился в списке активные аккаунты, выбираем его. На этом этапе вам необходимо указать папку, из которой будут выгружаться новые письма. В данном случае выбираем папку Inbox. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. На этом этапе вы видите данные по одному из ваших писем. Если вас все устраивает, кликаем далее. На этом настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных, выбираем Telegram. Далее необходимо указать действие. Отправить сообщение. На этом этапе вам необходимо подключить ваш Telegram к сервису Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть сохранить. На этом этапе вам необходимо скопировать имя бота, найти его и запустить вашим Telegram. Обратите внимание, чтобы название бота было Apex Drive уведомления. Далее необходимо скопировать строку для подключения Telegram бота и отправить ее в виде сообщения. После того, как вы получили сообщение об успешном подключении, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его. На этом этапе вам необходимо назначить переменные из Яндекс.Почта, которые вы хотите получать в сообщении Telegram. Для того, чтобы добавить переменную в поле сообщения, необходимо кликнуть в него и выбрать переменную из выпадающего списка. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые переменные назначены для передачи, кликаем Продолжить. На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в ваш Telegram при каждом новом письме из Яндекс.Почта. Если вас что-то не устраивает, кликните Редактировать и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем Отправить тестовые данные в Telegram. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Теперь вы можете изменить название связи, если в этом есть необходимость, а также установить интервал обновления. Для этого переходим к настройкам. Интервал обновления это периодичность времени, с которым наша система будет проверять наличие новых писем в Яндекс.Почта и сразу же их передавать в Telegram. Для примера выставим интервал обновления 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok